Я сталкер, и в Чернобыле происходит что-то очень странное. Видео без ваших лайков что-то не набирают просмотры. Требуется поддержка в виде 15 тысяч лайков для второй части. Жуткая история с раздела реддита No Sleep. Автор Дельта 129. Вы, наверное, слышали о туризме в чернобыльской зоне отчуждения. Я сам был там несколько раз. И это совсем не то, что вы видите в играх или фильмах ужасов. Там нет призраков, мутантов или радиоактивных аномалий. И смерть не ждет вас на каждом углу. Мой друг Алексей решил поехать туда. Он знал, с кем из сталкеров можно связаться и выбрал меня. Студент физики. Сейчас он проводит какие-то исследования радиоактивных осадков. Я объяснил, что хочет получить образцы почвы и сделать прямые измерения на месте. Но мы оба понимали, что это просто подходящий предлог. Чтобы отправиться на поиски приключений. Мы проехали немало по грунтовым дорогам в лесу к востоку от Припяти. Когда в довольно глухом месте обнаружили его. Старый джавый забор и цепные ворота, которые преградили дальнейший проход. Подобравшись поближе, увидел большой знак с символом радиационной опасности и надписью. Запретная зона. Вход только по пропускам. В стороне от искусственного на вид холма, расположенного недалеко от забора, была пара массивных металлических дверей, на которых было нарисовано большое белое обозначение О-13. А сверху над ним нет входа. Алексей спросил, как ты думаешь, что это? Не знаю, похоже на какой-то бункер, ответил я. И понятно, что он закрыт в течение длительного времени. Добавил чуть погодя, внимательно присмотревшись к двери. Обе половины были заварены сваркой по центру. Лёша взял образцы почвы и снял показания, но мы были слишком озадачены, чтобы просто уйти. Как ты думаешь, мы можем туда войти? Я внимательно рассматривал стальную преграду. Но не могу знать точно. Даже если здесь не было бы пломбы, я уверен, мы бы всё равно не смогли туда забраться. Тут заварено всё. Лёха ответил мне, указывая на массивную дверь. Это похоже на подземный бункер. Тут где-то должна быть какая-то вентиляция, которая позволяет циркулировать воздуху внутри. И я думаю, это где-то рядом. Должен быть запасной вход, размышлял я вслух. Мы обошли главное здание, чтобы найти другие способы попасть в бункер. День уже подходил к концу и становилось всё темнее. Пока мы искали вентиляционные люки, мне в голову закрылась мысль. Зачем им приваривать двери? Что внутри такого важного, что они зашли так далеко, чтобы не пускать людей? Смотри, там что-то есть! Мой друг отвлёк меня от возникшей смутной тревоги. Перед нами был бетонный блок, размером в пару метров с боковыми нишами, вроде вентиляционных отверстий. Когда я заглянул в одно из них, то заметил, что они также были закрыты тяжёлыми стальными люками. Не было никакого способа их открыть. Тем не менее, рядом была дверь меньшего размера, с надписью «Сервисный туннель», с большим колесом снаружи. Должен ли я открыть его? На секунду замешкавшись, спросил сам себя. И громко сказал ответ «Да, мне действительно интересно, что там. В любом случае, нам не обязательно туда входить. По крайней мере, можно проверить, работает ли дверь». Сначала колесо не вращалось из-за толстого слоя ржавчины и грязи. Но в результате приложенных усилий оно сдвинулось с места. Это сработало. Я потянул на себя колесо, и дверь медленно начала открываться. Это было очень тяжело, и потребовалось много усилий. За ней находилась маленькая платформа и узкий вертикальный туннель с лестницей. Мое внимание сразу привлекло то, что внутри был идентичный механизм блокировки. Это означало, что дверь могла запираться с обеих сторон. Но почему? Нам повезло, потому что если бы неизвестные обитатели таинственного бункера заперли дверь изнутри, попасть внутрь было бы невозможно. Я вошел в комнату и направил свет телефона вниз шахты. Мощности фонарика не хватило, чтобы осветить дно. Воздух был сырым и старым, и ощущалось еще что-то, что я не мог определить. Очень слабый, похоже на химический запах. Там не было ни радиации, ни признаков какой-либо другой опасности. Леха стоял рядом со мной, он возбужденно заговорил. Ты меня заинтриговал. Это так круто! Мы должны вернуться сюда еще раз и проверить это. Сейчас пора уходить. Я не мог там больше оставаться, и вынужден был согласиться. Было уже совсем темно, поэтому мы снова закрыли дверь и покинули это место, но пообещали вернуться в ближайшее время. Я сразу же попытался что-то узнать об этом объекте и провести какое-то расследование, когда вернулся домой. Но, к сожалению, безуспешно. Я даже позвонил Павлу, моему другу, который изучил этот район лучше меня. Именно он привел меня туда впервые. Он тоже не мог мне помочь, но обещал поспрашивать у знакомых сталкеров. Я рассказал ему о нашем плане и спросил, не пойдет ли товарищ с нами. Но, к сожалению, он в то время отсутствовал в Украине. Через неделю мы собрали необходимые вещи и начали действовать дальше. Привезли веревку, мощные фонарики, светящиеся палочки, счетчики Гейгера, водонепроницаемую защитную одежду, кислородный баллон и даже небольшой аварийный акваланг на всякий случай. Да, мы не дураки, поэтому рассказали родственникам и друзьям о поездке и когда следует ожидать нашего возвращения. Проделав знакомый маршрут, забрались в бетонный блок и закрыли за собой дверь. Не могли знать, что там внизу и не хотели вызвать утечку радиации или что-то в этом роде. После чего спустились по лестнице в шахту. В конце концов мы наткнулись на бетонный туннель, по которому тянулись несколько небольших труб и на потолке виднелись вентиляционные отверстия. Там явно не было электричества и, следовательно, освещения. Хорошо, что мы привезли с собой надежные фонари. Мы двинулись по этому туннелю и достигли еще одной двери. На этот раз она была обычной, а не тяжелой, как на входе в бункер. Зашли в комнату с четырьмя большими воздушными насосами и другим электрическим оборудованием. Здесь же находились и панели управления. Вентиляционные шахты разделились на два больших рукава, которые врезались прямо в пол, и два поменьше, проведенные прямо через комнату, находившуюся за еще одной дверью. Там был большой зал с многочисленными ящиками, коробками и другим грузом, просто лежащим вокруг. Затем контрольно-пропускной пункт. Сразу за этим помещением был главный вход. Та самая массивная дверь, которую мы нашли снаружи при первом визите. Рядом с ним виднелось тяжелое грузоподъемное оборудование. Вернулись назад, минуя контрольно-пропускной пункт, и посмотрели на табличку у лифта. Простая карта с расположением объектов на этажах. Мы находились на нулевом этаже в главном вестибюле. Под нами были еще четыре этажа. Этаж минус первый, офисы охрана и отдых. Минус второй, охраняемые лаборатории. Минус третий, ускоритель, камера дезактивации чистых помещений. Минус четвертый, экспериментальная площадка. Карта имела название Объект 13. Это был не военный бункер. Мы обнаружили секретную научную исследовательскую лабораторию. Пришлось воспользоваться лестницей, так как без электричества лифты бесполезны. Когда мы спускались, в моей голове возникали одна за одной тревожные мысли. Они, вероятно, перевозили некоторые припасы и доставили оборудование к главной двери, а затем оставили все там. Похоже, пытались спешно выбраться отсюда. Я поставил ногу на другую ступеньку лестницы, но что-то в этот момент скатилось у меня под рукой и проскользнуло по спине. Вздрогнул от неожиданности, но не запаниковал. Посмотрел вниз под ноги, чтобы увидеть, что стало причиной моего испуга. Пустые гильзы. Гильзы от пуль. Это был не единственный повод насторожиться. Я чувствовал себя странно в этом месте. Как только мы опустились до уровня минус один, я заметил, что дверь каждой комнаты была открыта. В начале длинного прямоугольного зала была столовая и кухня. Различные офисы располагались вдоль коридора. Там на столах были обычные вещи. Документы, старые компьютеры, личные предметы. Все оставалось на местах, где их оставили. Они спешили уйти? Дима позвал меня товарищ из столовой на противоположной стороне коридора. Как это? Это было все, что я мог сказать, когда последовал за ним в столовую. На столах все еще была аккуратно поданная еда. Но она не испортилась. Продукты не были свежими. Но они не разложились, хотя должны были измениться за прошедшие 30 лет. Как такое возможно? Я не мог поверить своим глазам. Мой друг выглядел таким же озадаченным, как и я. Он внимательно рассматривал столы. Не знаю, может это подверглось облучению или что-то еще. Но здесь больше нет радиации. Я проверил это. Действительно, не могу понять, как это сохранилось. Добавил он растерянно. Почему мы тогда не повернули назад и не покинули проклятое место? Теперь, когда я пишу это, вспоминаю. Уже было так много красных флажков. Что-то действительно ужасное случилось там внизу. Но признаюсь честно, мы были слишком взволнованы и любопытны. Именно в этот момент моя бдительность начала угасать. И сменилась фатальным желанием узнать тайну. Мы продолжали рисковать и спустились до уровня минус два. Лестница закончилась на этой отметке. И чтобы попасть глубже, пришлось пересечь весь этаж, чтобы увидеть другую на противоположной стороне. На входе в коридор тоже был контрольно-пропускной пункт. И большая взрывозащищенная дверь, через которую нужно пройти, чтобы добраться до лаборатории. Опять же, каждая дверь была широко открыта. Но вещи, которые люди оставили здесь, не были аккуратно разложены. Немыслимый беспорядок везде. Мы заглядывали в разные комнаты с установленным в них оборудованием, назначение которого я не понимал. Иногда на полу виднелись пустые гильзы. Такой же центральный прямоугольный коридор, как и наверху. Но комнаты вокруг него располагались в виде небольшого лабиринта. Почти сразу мы обнаружили кабинет главного ученого. Как уже сообщалось ранее, везде был жуткий беспорядок. Но я нашел на столе журнал. В нем было всего несколько страниц. Остальные вырваны. Октябрь 84-го года. Сегодня нам удалось успешно перенести несколько атомов без изменения каких-либо физических свойств. Это будет долгий путь, пока мы не научимся переносить твердые объекты. Но мы обязаны проделать хорошую работу здесь и сейчас. Январь 85-го года. Сегодня нам удалось перенести яблоко. Однако я не мог не заметить, что рисунок красной и зеленой кожицы сверху немного отличался. Но это было все то же яблоко, с той же структурой, формой, всеми параметрами. Мы также пытались поработать с электроникой. Приборы не пострадали и были в рабочем состоянии. Я думаю, что нам еще многое предстоит узнать об этой технологии и усовершенствовать ее. Сейчас мы не должны топтаться на месте. Страна рассчитывает на нас. 21 февраля 85-го года. После испытаний на животных мы сегодня перенесли нашего первого человека. Он жив и здоров, смелый герой нашего народа. Наши эксперименты сейчас доказали, что эта технология работает. Но практичность все же еще очень ограничена из-за фиксированного коэффициента транслокации. Мы еще не можем отправить ответ. Удалось всего лишь успешно поменять местами два одинаковых массивных объекта. Я предложил устройство нового типа, которое могло бы обеспечить одностороннюю передачу только одного объекта. Но для этого потребовалось бы огромное количество энергии. 1 мая 1985 года. Наши руководители приняли мое предложение. Они собираются построить новый, намного больший транслокатор здесь, на атомной станции, чтобы мы могли использовать ядерный реактор в качестве прямого источника энергии. Есть еще одна проблема. Сейчас мы провели эксперименты с десятками испытуемых. Каждый из них жив и здоров. Но наблюдение показало, что подопытные мутируют. Они немного меняют свое поведение. Это происходит по-разному. То они утверждают, что различные события в прошлом в действительности происходили не так, как описывается сейчас. Иногда заявляют, что знали людей, которых вообще не существует. Или что более тревожно они знают людей, которых они не должны знать. Следующее было написано ниже карандашом от руки. Испытуемый 28 говорил на неизвестном языке и не мог понять реального языка после эксперимента. После этого было много пропущенных страниц. 25 апреля 1986 года. Надо попытаться изменить наш подход. Прошло больше года и до сих пор не удалось устранить аномалию симметрии транслокации. Так и не выяснили, что является причиной этого явления. Поэтому не можем прогрессировать. Сегодня мы попробуем получить доступ к реальности канала. Хотя блок 2 тот, который мы построили в Чернобыле все еще новый, будем использовать его для этого эксперимента. Кто знает, какие чудеса нас ждут по ту сторону. Была еще одна последняя страница в бортовом журнале. На ней всего лишь корявая фраза, написанная снова и снова. Мы позволяем им. Леш, думаю, нам пора уходить. Я повернулся к другу. Он махнул мне рукой, подзывая к себе. Дима, иди посмотри на это. Крикнул он. Я вышел из лаборатории и вернулся в коридор. По всему коридорному полу была разбросана одежда. Ну или то, что осталось от нее. Вещи были разорваны в клочья. Никаких тел. Только полостки ткани и случайно попавшие в поле зрения ботинок и часы. Я посмотрел вверх и уставился в темный потолок над нами. Просто стоял в оцепенении некоторое время. Это было похоже... Я не знаю. Как будто что-то разнесло всех этих людей в клочья, а затем тщательно вычистило все останки. За исключением одежды и других неорганических материалов. Волна инстинктивного страха нахлынула на меня. Я не мог двигаться и даже не дышал. Леха чувствовал такой же ужас. Он сказал, давай просто уйдем отсюда побыстрее. Мы развернулись и пошли. Сначала медленно, но затем ускорили темп. Наши шаги эхом разносились по подземной структуре. На ходу Леха выкрикнул. Я просто хочу быть отсюда подальше, чувак. Мы не должны были этого делать. Я не успел рассказать ему о записях в найденном журнале, но мои мысли оборвались после внезапного осознания. Его голос не отозвался эхом. Слышны были не только наши шаги. Я думаю, что он тоже понял это. Потому что мы оба остановились и слушали. Ничего. Просто тишина. Я вышел вперед. Клак. Я сделал еще один шаг. Клак. Я сделал шаг вперед. Тишина. В конце концов, это просто было эхо, подумал я с облегчением. Мы снова начали движение. Сначала осторожно шли, но затем незаметно ускорились. Свернули за угол и тогда это случилось. Дверь была прямо перед нами, и я кое-что вспомнил. Я точно закрывал ее и оставил возле нее стеклянный стакан, который нашел на полу. Прокол. Разбитое стекло. Кто-то или что-то. Просто резко открыл дверь. Мы сбросили все свое снаряжение, кроме наших фонарей, и побежали так быстро, как могли. Я даже не подозревал, что могу бежать так быстро. Всегда старался быть крутым парнем, но еще никогда в своей жизни не был так напуган. Наши шаги больше не были синхронизированы с эхом. Что-то бежало за нами. С каждой секундой все ближе и ближе. Как только мы достигли контрольно-пропускного пункта, начали закрывать дверь. Ржавая дверь визжала в знак протеста, но мы тянули изо всех сил. Почти закрыли ее, когда услышали громкое, гортанное и неестественное рычание. Дверь захлопнулась, и я поставил колесо в положении заперто. Мое сердце колотилось так сильно, словно набат. Это был единственный звук, который я слышал некоторое время. Стоп, подожди, это стучало не мое сердце. Глухие и мощные удары доносились по ту сторону запертой двери. Мы снова побежали и вскоре добрались до лестничного колодца. Стремительно поднялись вверх, делая два-три шага сразу. Наконец, перед нами воздушная насосная. Подъем сильно истощил наши силы. И хотя я был напуган до чертиков, чувствовал, что могу потерять сознание, если сделаю еще один шаг вперед. Кроме того, успокаивала мысль, мы ведь заперли его там. Мой товарищ сел и прижался спиной к одному из больших вертикальных вентиляционных отверстий. Бах, 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 ох, блин. Мы заперли его там, но мы напрочь добыли про вентиляцию. Леша и я посмотрели друг на друга. Наши глаза встретились, а затем... Вентиляционное отверстие разлетелось, и мой друг исчез. Я только услышал перепуганный крик Лехи, когда его утащили обратно. Чувствую себя ужасно из-за этого, но я просто побежал. Выбрался из шахты, закрыл дверь и, наконец, покинул этот ад. Как только у меня снова появилась связь, мой телефон начал гудеть от множества пропущенных звонков и сообщений от Павла. Эй, Дмитрий, я нашел того парня. Он сказал ему, известно, что такое О-13. Пожалуйста, возьми трубку как можно скорее. Сталкер предупредил, что это опасно. Вы должны держаться подальше от этого места. Этот парень звонит мне сейчас. Он очень встревожен. Пожалуйста, перезвони мне немедленно. Я не знаю, что происходит, но он едет туда. Пожалуйста, дождитесь его. Я надеюсь, что вы получите это сообщение, прежде чем полезете в бункер. Оставайся в безопасности, друг. Было также одно сообщение от неизвестного номера. Дмитрий, это Анатолий Мороз. Я знаю, что вы нашли опасный объект. Уже еду из Киева. Ни в коем случае не заходите туда. Если вы сделали это, и вам удалось выбраться, заприте дверь, в которую вы входили, и убедитесь, что она остается запертой. Я постараюсь позвонить сразу, как только доберусь. Я пишу свой пост, пока жду подмогу. Делаю это для того, чтобы никто больше не повторил нашу ошибку. Поскольку я не знаю, проживу ли достаточно долго, чтобы рассказать об этом кому-либо лично. Я просто не могу оставить Лешу там. Я должен вернуться. Конец первой части. Блин, клевая история. Хочешь вторую часть? Набираем 15 тысяч лайков. А также не забудь посмотреть другие очень криповые и странные треды.